Проработать вопрос о минимально возможном повышении цен на проезд в общественном транспорте поручил Управлению транспорта глава Петропавловска Константин Брызгин. В понедельник в городской администрации прошло совещание с участием перевозчиков, которые настаивают на повышении стоимости проезда, так как транспортные предприятия переживают сейчас непростые времена. В данный момент возник вопрос, как нам поступать дальше, что нам делать. Или мы экономим на зарплате водительского состава, что в принципе невозможно, мы растеряем кадры. Или мы экономим на безопасности. На безопасности мы экономить тоже не можем, потому что это лицензированный вид деятельности, который жестко зарегламентирован. И те вопросы о безопасности, которые прописаны в требованиях предъявляемым перевозчикам, скажу как пожарной охране, они написаны кровью. И любое невыполнение какого-то пункта, оно влечет за собой определенные последствия. Конечно, на безопасности мы экономить не можем ни в коем случае. И тут возник вопрос, как нам жить дальше? Будем ли мы развиваться? Ситуация, которая уже сложилась, она в принципе говорит о том, что недолго нам осталось существовать. И наша отрасль в данный момент в определенной опасности. Экономически обоснованная стоимость проезда в автобусе сейчас 65-67 рублей, говорят перевозчики. Безусловно, мы не можем позволить себе установить такую стоимость. Это существенно ударит по кошельку наших жителей. Поэтому я сегодня дал поручение управлению транспорта городского проработать вопрос о минимально возможном повышении стоимости проезда. Мы в течение двух дней проведем эту работу и согласуем всеми сторонами ту сумму, которая возможна к повышению. Но при этом она не так сильно ударит людям по карманам и позволит отрасли в дальнейшем существовать и качественно осуществлять, и безопасно, самое главное, осуществлять пассажирские перевозки в Петропавловске. Какова будет новая цена проезда в петропавловских автобусах, будет известно в ближайшее время. Массмедиа Камчатка следит за развитием ситуации.